Всем привет, друзья! С вами снова Аквамэн и под шквал недовольных и ставящих дизлайки мы с вами продолжаем пробираться, продираться шаг за шагом по колоссально огромному миру аквариумных растений. Сегодня у нас растение, которое известно миру с конца 19 века, но в аквариумистике относительно недавно начало свой путь. Не сказать, чтобы гладко все так протекает, тернистый путь, да, путь полный трудностей, проблем содержания, в общем, погостимон ректус. Да, первое, что приходит на ум, а как-то может быть это связано с очень взрослыми, очень личными делами, да, с латинского ректус означает выпрямленный. Итак, растение впервые было обнаружено в западной части индийского штата Парашмары. Прошу прощения, Нарытам... блин, не Нарытамары, Махараштра. Да, да, именно там оно обитает на минуточку в солоноватых соль. Да, именно то, чем мы заправляем салатики и прочее, прочее и тому подобное. То есть в солоноватых водах этот погостимон тоже может жить. Обитает он также в пресноводных водоемах и лужах. В принципе, это товарищ, который любит мелководие и прибрежные воды. А все почему? Потому что он очень светолюбивый, да. Да, свет, пожалуй, тот фактор, с которым нужно сжать покрепче ягодицы и позаботиться, чтобы он был у вас хорошим. На самом деле полностью утопленным погостимон ректус растет и в природе. Да, следующий момент это внешний вид. Тут нужно помнить, что это длинностебелька, при виде фотографий которой некоторые акваремисты впадают в какой-то ступор или гипнотический шок. Почему-то у этой длинности бельки закрепилось название елочка. Несмотря на то, что половина аквариумных растений похожа на елки, а другая половина стремится быть похожей на елки. И даже есть перестолистник, елочный и куча других более елочных аквариумностей. Несмотря на все это, эректус почему-то вот такая красивая, нарядная на праздник к нам пришла. Но вообще про нарядную я вам честно сказать загнул, потому что цвет погостимона эректуса и в зной и стужу зеленый. Без оттенков, без всяких намеков и надежд. Зеленый, все, никаких компромиссов. По условиям содержания обязательно газуля, обязательно хороший свет. Если в ваших манипуляциях погостимон эректус обнаружил хоть малейший намек на затенение, будь то выгоревшая лампа или же другое растение начало бычить его, притенять, все. Пиши пропало, начинает растворяться. Да, свет здесь ключевой фактор, как я уже сказал раньше. Дальше вода желательно мягкая, хоть и в жесткой воде тоже может расти более медленным образом. Удобрения, как обычно, желательно наливать, питательный грунт, потому что развивает хорошую корневую систему. И по источникам это растение капец какое сложное. Прям такое сложное, что проще на Эвересте научить снежного человека аквариумы клеить из вулканического стекла. По другим данным это растение пустяковое, чихпых и готово, так сказать, неприхотливая травина. По моей практике свет и газ обеспечат вам хороший рост погостимона эректуса. Кто-то говорит, что погостимон эректус похож на роталу мексикану. Я, честно говоря, не понимаю, как нужно так смотреть, чтобы эти два абсолютно разных растения стали, ну хоть чем-то, вот хоть рядом близко родственные. Начиная от цвета и заканчивая манерой роста. Да, по мне так погостимон эректус больше похож на, в принципе, любой другой погостимон, в частности погостимон деканенсис. Итак, разобрались с условиями. Кстати сказать, это стопудовый вид, который закрепился в каталоге The Plant List. И у него даже есть варитет погостимон эректус, варитет грацилис. Теперь давайте разбираться в преимуществах этого вечно зеленого растения. Первое, и, наверное, основное, это внешний вид. Да, это вам не гротиола с двумя листами через 2-3 сантиметра. Природа не обделила погостимон эректус листьями. Более того, он отлично начинает давать боковые побеги, если его подрезать. Именно благодаря этому он очень часто используется в декорировании аквариумов голландского направления. Это длинности белька, и, наверное, было бы логично воткнуть его на задние ряды. Но, если периодически стричь погостимон эректус, а только благодаря стрижкам можно сформировать очень интересные формы. Практически шарообразные, какие-то волнообразные, очень плотные, очень тугие. Вот, если его частенько стричь, то можно уместить погостимон эректус и на среднем плане. Размножается боковыми отростками. Также можно просто взять и срезать башню, воткнув ее рядом. Да, этот погостимон отлично живет в надводной форме. Листья немного утолщаются, и сам он становится грубоватым внешне, но растет более уверенным образом. И да, этот погостимон излюбленный питомец меристемных емкостей. Вот прям это показатель крутизны фирмы. Если у вас есть погостимон эректус в меристемах, значит жизнь удалась. В целом это очень интересное, очень сочное, очень свежее, зеленое, вечно зеленое растение. Обязательно напишите в комментариях условия содержания именно вашего погостимона эректуса. Ну а с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok